Салют! Вы на канале Доктор Сычев, здесь я, Доктор Сычев, и сегодня у нас очередной фарм-бестселлер! В 50-х ученами была разработана группа препаратов, которая позволяла неплохо справляться с аллергией и некоторыми другими заболеваниями. Эта группа называлась пиперозиды. Первым препаратом из этой группы как раз и был аторакс. Но выяснилось, что у препарата очень интересная побочка. Он обладает противотревожным и успокаивающим эффектом. И вот группа давно уже вытеснена с рынка фармы более новыми, более современными антигистаминными препаратами, а аторакс все еще на коне. Как неплохой транквилизатор и классный седатик. Приступаем к распаковке. Изящная белая коробочка. Выполнена по всем канонам минимализма. Идеально сочетаются белый и нежно-бирюзовый цвета. Выравнивание текста преимущественно по левой стороне. Красота и академичность. Открываем, смотрим, что внутри. Открывается легко и непринужденно. Инструкция. Как всегда у нас здесь один блистер с замечательными такими пупырками. Таблеточки разделены... Дайте вынем одну. Аккуратной рисочкой на две части. Поэтому, если доктор назначил вам половинку, то вы можете вот так вот разделить. Очень удобно. И пить не целую таблетку, а половинку. Берем инструкцию. Она очень большая. И если вы что-то в этом понимаете, то можете почитать. Сложность прочтения примерно... Медиум. Конечно, не Достоевский. Но и не срок годности на йогурте. Ты знаешь, как это... Обратно. Да не так, видимо. Ты это обратно сложить. Ты бургер. Продолжим. У каждого человека есть мозг. В мозгу располагаются и всем заправляют нервные клетки. У каждой нервной клетки есть отростки. На концах этих отростков располагаются рецепторы. Рецепторы — это такие штуки, которые помогают нервным клеткам воспринимать информацию, которая к ним поступает, и направлять сигнал к другим нервным клеткам. Есть рецепторы, которые активируют и блокируют тревогу. Два типа из тех, которые активируют, это ацетилхолиновые и гистаминовые рецепторы. Атаракс тормозит эти рецепторы, а так как их работа связана с тем, что мы могли активно мыслить и заниматься всякими умными делами, то их торможение вызывает у нас сонливость и утомление. Это и есть побочный эффект атаракса, поэтому принимать его лучше на ночь. Что же мы можем лечить этими таблетками? Тревога на фоне стресса. Ты пришел на экзамен и получил двойку. Мамка будет в ярости. К тому же всего неделю назад она узнала, что ты куришь. В таких ситуациях применять препарат не стоит. Под стрессом я имел в виду реально сложные жизненные обстоятельства. Например, вы неделю назад узнали, что ваш сын курит. К тому же этот подлец сегодня принес из школы двойку. Казалось бы, самое время для атаракса. Но нет, эта ситуация тоже не подходит. Как определить, достаточно ли сильный стресс для того, чтобы принимать атаракс? Но если на фоне этой ситуации вы оказались у врача, то, наверное, стресс достаточно сильный. Тревожные расстройства. Практически любыми, но только совместно с антидепрессантами или при их неэффективности. Но это уж очень большая редкость. В американских и европейских рекомендациях препарат описан как достаточно эффективный, но имеющий недостаточное количество клинических испытаний. Поэтому вряд ли, на самом деле, вам его назначат. Также используется для снятия побочки в начале приема антидепрессантов и в конце этого курса. Алкогольная обстенуха! Но тут, правда, хоть что закинь, эффекта будет достаточно мало. Надо это, 50 граммуль просто выпить. Для снятия тревожности в смежных специальностях. Ну, например, перед хирургическими операциями. Ну, или даже после хирургических операций. Побочные эффекты. Сонливость. Но это, как бы, не совсем уж побочный эффект. Скорее, основной. Иногда бывают головные боли, головокружение, повышенная утомляемость. Третье, да? Редко, но встречал пару раз, вызывают бессонницу и повышенное возбуждение. Ну, это прям очень редко. Я назначаю очень редко. Все-таки это не препарат выбора, а отталкивать в своей работе следует от клинических рекомендаций. Но препарат однозначно хороший, рабочий, не плацебо. Круто, что не вызывает привыкания, в отличие от множества и большинства транквилизаторов. Хреново, что назначают врачи для купирования панических атак. Те, кто не понимает, почему нельзя купировать панические атаки транквилизаторами, обязательно посмотрите видео. Где оно появится-то? Видео про феназепам. Короче, могу советовать, но только после полноценной диагностики у психиатра. Иначе, скорее всего, вы усугубите проблему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я вас люблю. С вами был доктор Сычев. До новых встреч. А, не забывайте ставить там колокольчик. Что там еще? Уведомления. Это одно и то же, да, вроде? Ну, в общем, все делайте, что обычно. Пока. Пока.